Я не знаю, кто должен помочь, но поселок оголяется, начинаются такие ветра, сейчас уже здесь у нас раньше не было такого. Были грибы и ягоды, сейчас вырубается все сподряд. Мимо наших окон в день не по разу проезжали машины, лесовозы. По документам санитарный лес, но дело в том, что вывозят, я понимаю, санитарный лес там идет, сухарь, кривые и прочее, но вывозят вот такие стволы, 6-метровки, 8-метровки, это ведь никак не санитарный, это же не санитарная вырубка. И приезжали в том году и говорили, и обещали, что все прекратятся, все-все-все, ну я как вижу, что ничего не прекратилось. Как вывозили дрова, лес так и вывозят до сих пор. Потом нам пообещали, что все, что они вырубят, санитарную вырубку, уберут все и на этом месте посадят новые сосеночки. Ни одной сосеночки, бурелом как был, так и остался. Все, и только дорогу, единственное, сделали в объезд дорогу, что мы сейчас в поселке, этого не видим, за поселком проезжают спокойненько по торфополям и на дорогу. Сейчас ведь сами знаете, какая у нас сложная ситуация в лесу, какая пожароопасность, а все это остается, все эти сухие сучья, весь этот валежник. Где-то маленько кто-то, мало ли, бутылку кто-то оставил, вот тебе солнышко, лето, тем более, солнце хорошо греет, лето жаркие, нагрелось, вот тебе и вспыхнуло. Обращаться куда-то выше, или президенту, или еще кому-то, надо наказывать тех людей, они-то себе карманы наживают, а мы-то страдаем. Если нас услышит губернатор и поможет нам в этом, это будет очень замечательно, очень замечательно, потому что лес это наше богатство.